Всем привет! Сегодня я буду печь пасхальный кулич, а точнее панеттоне. Панеттоне это итальянский рождественский хлеб, который очень похож на привычный для нас пасхальный кулич, но с небольшими отличиями. И уже не один год этот кулич пользуется огромной популярностью. Тесто получается очень нежное, мягкое и долго не черствеет. Поэтому для людей, которым некогда печь кулич перед Пасхой, такой кулич можно приготовить заранее, за несколько дней. Тесто можно замесить с утра и оставить его на весь день, а вечером запечь. Продукты, которые нам понадобятся для приготовления этого кулича, это 4 яйца плюс 1 желток, 170 грамм сливочного масла, сахар, молоко, экстракт ванили, дрожжи, у меня сухие дрожжи, 10 грамм, и мука. Все продукты должны быть комнатной температуры. Сначала я выливаю молоко в дрожжи, молоко должно быть еле теплым, не более 37 градусов температуры. Хорошо перемешиваю и оставляю на 10 минут. Наполнять панеттоны я буду изюмом, сухой клюквой, орехами и шоколадом. Заливаем изюм кипятком, нарезаю на маленькие кусочки орешки, у меня фундук. И нарезаю шоколад. У меня где-то 100 грамм шоколада, 100 грамм орешков и по 50 грамм изюма и клюквы. Ну, изюма вы можете добавить побольше, если вы любите побольше изюма. Затем высыпаю 110 грамм муки в емкость и заранее замешанные дрожжи в молоке. И хорошо замешиваю. Обязательно обратите внимание на упаковку с вашими дрожжами, потому что дрожжи бывают разные. И посмотрите, сколько написано приходится дрожжей на килограмм. Исходя из того, что у нас уйдет 510 грамм муки на приготовление нашего панеттоны, исходя из этого рассчитайте, сколько вам понадобится ваших дрожжей. У меня вот ушло 10 грамм сухих дрожжей. Формируем тесто в небольшой кружочек. Сверху накрываем пленкой и убираем в теплое место на 2 часа. Я убираю в духовку, разогретую до 30-40 градусов. Время от времени я выключаю и заново включаю духовку. Затем сливаем воду с изюма и оставляем его обсушиться. Также его можно немного обсушить салфетками. Тесто увеличилось вдвое, прошло 2 часа. И сейчас нам нужно его будет обмять. Обминаю тесто. Пока я обминаю тесто, не забудьте подписаться на мой канал. У меня рецепты вкусные, проверенные. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. В наше тесто выбиваем сначала 1 желток и 1 яйцо. И хорошо все перемешиваю. Перемешиваю лопаткой до однородности. Затем оставшуюся часть муки 400 грамм высыпаю в кухонный комбайн. К муке высыпаю сахар. Выбиваю 3 яйца. Добавляю соль. И размягченное сливочное масло. Масло должно быть именно размягченным, а не растопленным. Добавляю 1 столовую ложку экстракта ванили. Экстракт ванили можно заменить ванильным сахаром. И заранее подготовленную опару. Тесто, которое мы замешивали, и ставили на 2 часа в теплое место, чтобы оно поднялось. Закрываем комбайн и перемешиваем. Перемешиваем 5-8 минут, если это на комбайне. Ну, в принципе, если у вас нет комбайна, то то же самое можно сделать миксером, либо замесить руками. Ну, где-то замешивать надо не меньше 5 минут. Перемешиваем. Потом, где-то минут 5 спустя, нужно добавить добавки, наполнители. В моем случае это изюм, шоколад и клюква, и орешки. И еще раз немного перемешать. Затем я переложила формочки пергаментной бумагой, смазала сливочным маслом. И удлинила пергаментной бумагой формочки вверх, потому что тесто будет подниматься вверх в 2-3 раза. Заполнять тестом формочки нужно на 1 третью часть. Я для выпечки использую две формы. Одна диаметром 16 см, другая диаметром 11 см. Для данного количества теста можно использовать одну формочку диаметром 18 см. Я решила испечь 2 куличика, один большой и один маленький. Тесто перекладываем сразу в формочки, чтобы не перекладывать его 2 раза туда-сюда. Вот так немного разравниваем. Выкладываем на 1 третью часть и ставим на 7 часов в теплое место для ферментации. Через 5 часов оно должно увеличиться втрое. Надо его достать и сверху острым ножом сделать крестообразные надрезы. И опять поставить на пару часов в теплое место. Процесс ферментации теста закончен. Ставим выпекаться тесто в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Готовность проверяем с помощью деревянной шпажки. Сверху тесто нужно прикрыть фольгой, чтобы оно не подгорело. Затем достаем его, прокалываем деревянной шпажкой и ложим на бочок, чтобы кулич полностью остыл. Когда кулич остыл, убираем бумагу. Сейчас я вам покажу, какой красивый он получился. Смотрите, такой пористый, очень красивый. Запах стоит ошеломляющий. Кулич получился пышный, воздушный, незабитый мукой. Очень вкусный. Посмотрите, как он смотрится в разрезе. Такой кулич стоит приготовить хотя бы один раз. Маленький кулич я смазала белковой глазурью и украсила присыпками. Надеюсь, что рецепт вам понравился. Ставьте лайк, делитесь видео с друзьями. Если вы готовили этот рецепт на праздник Пасхи, то поздравляю всех с праздником Светлой Пасхи. Желаю добра, благоденствия и процветания. С вами была Виктория. Спасибо, что были со мной. Всем желаю хорошего настроения. Приятного аппетита и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok